Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. И когда я выбирала самого эмоционального из всех знаков зодиака, который стоит осыпняком от всех остальных собратьев по разным обстоятельствам, и что является, прежде всего, причиной не очень уверенного состояния или перепада в настроении и прочее, то, конечно, тут на поверхность и на первое место выходит знак рак. И этому знаку я и посвящу, собственно говоря, поскольку он один и на пьедестале больше никого как бы нету под рукой, то будем говорить о раке как о чемпионе эмоциональных возможностей, ну и срыва в том числе. Поговорим о том, почему он стал таким, и поможем, в конце концов, ему разрешить те вопросы, которые ему мешают существовать. Ведь пока не узнаешь о себе достаточно глубокую информацию, сложно принять важные решения, подкорректировать себя, стать смелее, важнее и прочее. Но начнем мы, конечно, с того, что особенно для рака важно. Рак – это конгломерат семьи. Вот той семьи, которой он в глубине души своей лелеет. И самое ужасное, что может случиться для рака – это когда у него семьи просто нет. Да, есть мама, папа, и, в принципе, эти традиции его тоже увлекают. И, как правило, рак особенно ориентирован на старшее поколение. Он слушает внимательно советы, он моделирует в своей жизни многое из того, что он видел в семье своей, из которой вышел. Я надеюсь, что она была полноценная, адекватная. Его там, собственно говоря, не сломали в детстве. И это был просто образец для подражания. Но свою семью, которую он мечтает иметь, это мечта века, потому что одиночество для знака рака – это, пожалуй, та существенная беда, которую он пережить автоматически не может. Мужчины раки об этом бывает зачастую просто молчат. А женщины раки панически себе представляют, что их одиночество бывает раз подзатянувшееся. Это конец света. И она настолько накручивает себя, что говорить о благополучии физическом и моральном здесь бывает достаточно сложно. Отсутствие семьи и затянувшееся одиночество – это одна из фобий этого знака. Потому что не сложилось то, ради чего рак приходит на белый свет. Рак – это созидатель семьи, уютного дома, благополучных взаимоотношений с супругом, рождение детей, чтоб дом полная чаша, мой дом, моя крепость и так далее и тому подобное. И если это в жизни рака не сложилось, это, пожалуй, одна из глубочайших трагедий этого знака. Иными словами, для рака иметь семью, воспитывать детей, продолжать традиции той семьи, из которой он вышел, давать потомство – это, пожалуй, основная задача. Это дом его, этого знака, потому что без этого он и существовать не может. У рака заложена очень серьезная база именно под эту созидательную историю создания дома. Он любит заботиться, он любит ухаживать, он думает о будущем своей семьи. К сожалению, думает именно так, как ему, в принципе, это показали в тех стенах, где он вырастал. И хорошие взаимоотношения, и испорченные модели рак принимает как естественное состояние души. Поэтому, если вдруг рак пошел не по лучшей стороне своего характера, ушел в тиранство, в излишнюю ревность, ушел в собственничество, когда второй половинке не остается места рядом с собой, скорее всего, по подобным же моделям где-то что-то строили взаимоотношения с семьей, из которой он вышел. Он просто питал это буквально с молоком матери, что так нужно. Поэтому городит по тому же образу и подобию свою семью. Хотя мог бы развернуть все совсем другую историю. Нет больше заботящегося, нежного, ответственного, внутренне чувствующего знака, чем рак. И в вас это тоже есть. Если вас потянуло именно в тиранство, и все сидят дома по полкам, и никто никуда не выходит, потому что, возможно, у вас есть чем заподозрить, это, конечно, самая худшая и отвратительная модель, которая портит жизнь и самому раку, потому что в данном случае на таких паритетных основаниях семья не имеет долговременного существования, и раку грозит одиночество, которое больше всего пугает. А если там добросердечные, душевные взаимоотношения и попытки сделать жизнь счастливой для себя и для окружающих, то это благословение небес, и любой тогда скажет, Господи, как мне повезло с моей второй половинкой. Слава Богу, что это знак рака. Но предугадать заранее, куда качнет этот знак и что он будет городить, здесь исключительно сложно. Хотя, если вы уже поняли, что вы, в принципе, не на тех моментах строите свое взаимоотношение, у вас всегда есть шанс изменить ситуацию к лучшему. Вот жили вы 10 лет так, всех измучили и сами измучились, и слово «развод» уже витает в вашем доме практически ежедневно. Все, время жить так, как вы жили, уже прошло. Попробуйте написать историю с чистого листа, если вы еще не создали ту ситуацию, когда эту историю с вами уже писать никто не захочет, из тех, кто рядом с вами. Но попытку сделать никогда не поздно. Вам ведь для того, чтобы исправить эти взаимоотношения, ничего не нужно. Вас природа наделила настолько богато в данном случае, что вы интуитивно чувствуете, в принципе, даже если люди молчат, чего они от вас хотят, потому что вы легко считываете все, что связано с эмоциями. У вас невероятно развита интуиция. Это еще один из тех коньков, которые в результате могут неожиданно вам подсказать правильное решение и прочее. В принципе, ваша интуиция давно уже кричит до хрипоты, что вы действуете неправильно, просто вы не склонны были об этом задумываться. Может быть, я вам помогу лишний раз проанализировать свои взаимоотношения, поскольку злосчастный год кролика, который мы сейчас переживаем. Почему злосчастный? Потому что именно в семейных отношениях люди, которые не делают над собой усилий и как бы окончательно портят свои взаимоотношения, кролик и таким людям помогает принудительно освободиться от тьми. Но я больше чем уверена, если кто-то другой порадуется, для вас это будет трагедия века. Это вы решили, что те, кто с вами живет, они навсегда. Но они же не в рабстве, дорогие мои друзья. Они же не могут вам принадлежать душой и телом, и терпеть ваши выборки ровно столько, сколько вы сочтете нужным. Они свободны. И эта свобода для вас может превратиться в то, что вы просто лишитесь тех близких, в которых искренне нуждаетесь. Вам особо себя анализировать не нужно, но я, в принципе, лишний раз вам напомню, что эмоции – это ваша как раз сфера. С одной стороны, это величайший плюс, потому что эмоции других людей вы считываете беспрекословно, интуитивно. Это тоже вам, собственно говоря, дары от Луны вашей планеты и, собственно говоря, от стихии воды, которой вы принадлежите. Но, как говорится, о хорошем поговорили. Те же самые факторы и Луна, и стихия воды дают и вторую часть вашего эмоционального настроения, то есть неспокойствия, перепады настроения в зависимости за лунными циклами. Вот почему я говорю, что вы человек совершенно индивидуальный. Ну, кто так на Луну еще реагирует? Вот океаны, которые, собственно говоря, приливы и отливы свои считывают именно с лунных позывов. И вы рядом с ними, которые тоже напрямую зависят от лунных циклов. Луна растет, у вас, как правило, хорошее настроение, и вы полны энтузиазма. Луна убывает, также убывает ваше настроение, и начинается раздражение, выбрыки, нервные выяснения отношений и прочее. Но если вы знаете, что вы дети Луны, и так от нее зависите, может быть, не только жить, потому как Луна живет. Это, конечно, прелестно, но есть еще меры самовоспитания. Если вы знаете, что бывающая Луна на вас так действует не очень красиво, значит, начинайте себя в этот период корректировать. Нежно, не спеша, и самое главное, что эта работа не напрасна, потому что ближние вам скажут только спасибо, что это есть у меня. И ваше состояние плаксивости, нервные срывы, это тоже зачастую, дорогие мои друзья, связано именно с фазами Луны. Поэтому не ищите пятен на тех, кто вас окружает, виновата в этих перепадах настроения Луна, но все-таки воспитанный человек всегда умеет корректировать свое поведение. Так что, это вам палочка-выручалочка, если вас опять в очередной раз будет штормить, то от смеха, то от плача, и никто вас понять не может. Ну что ж, видно, захворала Луна, и вы вместе с ней. Еще одна история, которая присуща именно знаку рака, и может быть косвенно еще скорпиону, это невероятная самозащита, а также неукоснительная защита того, что рак считает своим. Дом, семья и так далее. Он постоянно находится в состоянии ожидания возможных нападений, всегда оберегает свой домик. Вспомните, пожалуйста, где у нас живет морской рак, он же краб, и так далее. Он живет в ракушке, скрыв там свое нежное, незащищенное тело, а от превратности судьбы вперед выставляет свою защитную клешню и щипается достаточно усердно, если кто-то пытается палец туда запустить или еще там поживиться за счет рака, пытается его имуществом и тем, что он там в ракушке сохраняет. Поэтому и вы так примерно себя ведете, потому что не случайно вашему именно подотряду зодиакой было присвоено это тотемное животное. Она наиболее выражает те качества, которые вам даны от природы. И так вы любите все защищать. Так вот и защищайте, дорогие мои друзья, но здесь другая есть крайность. Вот у тиранства, о котором я говорила, защищать надо от угроз идущих извне. Это я тут согласна. Но если за неимением таковых вы начинаете подозревать угрозы, придумывать и развивать их благодаря вашим эмоциям и фантазиям до состояния уже существующих, а потом устраивать сцены ревности по поводу и без, это путь в никуда, потому что тем самым вы разрушаете то, что у вас есть хорошего. на хорошее надо опереться, а вот то, что я вам сказала, невиданные приступы ревности, невесть откуда взявшийся и прочее, это надо купировать. Это то, что отягчает жизнь тем, кто рядом с вами. И получается, вы их так любите, вы их так защищаете, так защищаете, что они просто не знают иной раз, куда от вас деться. Так что мотайте на уст, мы сейчас просто заглядываем в ваш характер, а уж насколько вы его проявляете в той или иной степени, это остается для вашего внутреннего, так сказать, серьезного взгляда на собственную персону. Так что если ваше чувство самозащиты, конечно, не ушло в создание трудностей окружающим, то могу сказать, что в дозированном количестве это ваше великолепное качество, которое вселяет уверенность те, кто рядом с вами, с вами очень удобно и правильно дружить, потому что вы преданы, верны и на хорошие к себе отношения всегда стараетесь ответить хорошим. Поэтому я надеюсь, что вы развиваетесь в лучших качествах своего знака, который может любого заставить обзавидоваться. Как чемпиона в эмоциональном смысле, конечно, знак рака наделен очень многими вещами, которые ему не только чужды, но можно даже сказать, что это тот знак, который стоит на страже, например, той романтики, о которой я собиралась поговорить. Эта романтика настолько нужна ему самому и настолько важна, если он пожелает эту романтику подарить окружающим, что, конечно же, это выведено в отдельный пункт. Вы созданы для романтических историй, скорее всего, это вы придумали посыпать постели розовыми лепестками, делать маленькие приятные сюрпризы. Вы сами в этом нуждаетесь. Вы нуждаетесь в романтических выездах, когда можно насладиться друг другом, любовью, взаимопониманием, возможность обсудить какие-то истории, конечно, не производственные, а те, которые у нас называются душевными, любовными, очень важными, когда двое пытаются наладить взаимоотношения друг с другом. Так что вы носители романтики и как знак, но если вы как человек об этом забыли, моя задача вам напомнить, потому что это ваша миссия, которая доставляет удовольствие не только вам, но и окружающим в том числе. Есть еще одна особенность, которая невероятно развита именно у вас особо, конечно, есть и другие представители зодиагального круга, которые тоже имеют страсть к традициям, очень быстро привыкают к месту обитания, любимый город, даже если он ни у кого не на слуху и, скажем так, не является супериндустриальным, мощным, могучим, да, просто провинциальный городок для многих является самым любимым местом, а для вашего знака, так, вы здесь в миллиард раз больше привязываетесь к месту своего обитания и для вас переезд это смерть подобная зачастую. И вот в это кризисное время, когда жизнь сама может заставить вас покинуть насиженное местечко, куда-то двинуться в какие-то переезды, возможно, эти переезды даже принесут необыкновенный успех в вашей жизни, поскольку они связаны с новой работой, с новыми заработками, с новыми возможностями, но решиться на подобные вещи для вас на 99% это такой срез по-живому без наркоза, что даже болезненно вам даже об этом думать, не то, что это делать. Зачастую именно из-за вашей сыглости вы и теряете те возможности, которые могли бы быть, но вне вашего города и требовали переезда. Поэтому здесь я вам предлагаю сохранить лучшее, в котором можно тут развернуться. Это семейные традиции, например, приверженность к каким-то религиозным, может быть, моментам каких-то созвучностей, то есть я не говорю, что впадать в религиозный фанатизм, не об этом идет речь, но там, где соблюдаются традиции, уважительного почитания к старшим, например, уважительное отношение к детям, соблюдение каких-нибудь традиционных славянских праздников или ваших мусульманских, вы ведь можете быть разной, собственно говоря, направленности религиозной, но вот эта приверженность к тем постулатам жизни, которые считаются незыблемыми и лежат в основе самого развития человечества, это как раз ваша стезя, поэтому я думаю, что в вашем доме всегда стоит новогодняя елка, вы ее всегда наряжаете, правильно, неправильно, кризис, не кризис, это семейные традиции, святость которых вы не оспариваете, а наоборот поддержите, поэтому вот эту свою осведлость и традиционность ведь можно развивать совершенно в любом городе, куда вас только не закинет судьба по разным обстоятельствам, но пропускать свои возможности только потому, что вы не смогли оторваться от своего городка и так остались на задворках жизни, поэтому это тоже не есть хорошо, так что проанализируйте себя в этом смысле, но бывает так, что рак сам обрезает себе возможности только потому, что они требовали просто переезда, я уже говорила чуть выше, но еще раз повторю об одной из специфик вашего характера, это преданность и умение дружить и выкладываться в этом смысле по полной программе, вы с одной стороны и дом дружбы, взаимоотношений между людьми, и если вас судьба не исковеркала и вы пошли не по темной стороне своей жизни, когда вы наоборот от всех отстранились, вам никто не нужен, вы ни с кем не дружите, никого в свое сообщество не принимаете, всех подозреваете, ненавидите, если вы попали не дай бог в эту ситуацию, то она конечно же тоже свойственна вашему знаку, но это отнюдь не парадная часть вашего знака, а те задворки, в которые бы желательно было не заходить, но если вас уже туда занесло, так постарайтесь оттуда выйти, вы носители наоборот преданности и дружбы в социуме, вы умеете дружить, вы умеете поддержать человека в трудную минуту, как никто другой, вы умеете быть надежным, приятным, умным собеседником, что тоже немаловажно, у вас невероятное количество достоинств, которые всегда вас вводят в отдельную стезю и говорят с этим человеком, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в розетку, он никогда, никогда не бросит и всегда поддержит и на себе вынесет с поля боя, если вдруг с вами произойдет какая-то трагедия, и это тоже свойственно вашему знаку, и за это можно слагать исключительные легенды, но то, куда вас могло забросить, наоборот, полное отстранение нежеланий, неприятия людей, если не дай бог это с вами случилось, срочно выбирайтесь, вам нужно к людям, они соскучились по благородным и чистым душам, и она у вас есть, вы просто об этом не знали, так что перестраивайте себя и будете невероятно счастливы. Луна, ваша планета покровительница, конечно, зря одна пофантазировала над вами, и поскольку говорят, что горе произошло от ума, она так хотела вас сделать необыкновенно гармоничными, приятными, чувствительными, что где-то переложила материалы, поэтому вы иной раз сами с собой не справляетесь, и вот эта вот непоследовательность иной раз связана с настроениями, то я тебя люблю, то ненавижу, то подойди, то не подойди, то я сегодня плачу, у меня дурное настроение, это все непонятно окружающим, и зачастую прокладывает между вами и ними глубочайшую пропасть, которую переиспрыгнуть бывает достаточно сложно. Если вы чувствуете эмоциональные срывы и порывы, для вас есть необыкновенные приятные вещи, поскольку эмоции для вас это основной ведущий, так сказать, локомотив, момент, когда у вас наступают, собственно говоря, не лучшие времена, и вы чувствуете, что ваше настроение начинает болтаться между небом и землей, включайте музыку, музыка невероятно вас настраивает. Конечно, это не должны быть эти литавры, души, трепещущие, так сказать, барабаны и ревни понятного содержания. Впрочем, вы имеете очень тонкую натуру и, скорее всего, от подобных новаторств в музыке держитесь в стороне. Ну, под настроение можно послушать, конечно, и тяжелый рок и прочее, я не против этих направлений музыки. Но, скорее всего, вас привлечет то, что называется красивым, классическим, приятным во всех отношениях. И вот, когда настроение начинает прыгать, как белка в колесе, начинайте слушать музыку, хорошую, добрую, приятную. Запаситесь каталогом живописи. Вы, кстати, может, и не обращали внимания, но вы невероятно развернуты на искусство. То, настоящее, традиционное, которое, собственно говоря, пришло от кисти известных мастеров 17-го, 18-го века. И, казалось бы, а что там интересное, можно посмотреть. А очень у вас чувствительная душа. Вы видите тонкость оттенков, краски, вы видите ту идею, которую вкладывал художник, как никто другой. Вы просто сродняетесь с этими творческими мотивами и являетесь мостиком между мастером, который это рисовал, и зрителем, который это изучает. Почему, я вам могу сказать, среди вас есть искусствоведы, люди, которые с толком и расстановкой могут рассуждать о музыке, музыковеды тоже есть и так далее, потому что это вам дано от природы. С одной стороны, быть может, вас эмоции излишне обгружают, но в этом смысле они вас облагораживают и лечат. Поэтому все перепады настроений снимает легкая музыка, приятные впечатления, общение с прекрасным в любом виде, не только с картинами, может быть, это будет сад, может быть, это будут цветы на подоконнике, какая разница, где вы найдете прекрасное, вы знаете, где оно находится. Но от перепадов настроений лечит то, что, собственно говоря, дано от природы. Ведь луна, когда вас наделяла невероятными эмоциями, имела только хорошее в виду. Но когда этого слишком много, иной раз с ним перестаешь справляться. Так что я вам подсказала два хороших пути, как привести нервы в порядке и потешить свою чувствительную душу. Раку от природы, по сути, его рождение зодиакального, под воздействием луны, которая его создавала и на которую влияет, прежде всего было очень важно этой нашей луне, чтобы вы были необыкновенно умным, галантным, гибким, компромиссным человеком, который никогда не использует агрессию по отношению к близким, а ищет только путь взаимопонимания и прокладывает везде мостики. Это ваша историческая астрологическая задача. Но жизнь, она ведь гораздо более многогранна. Иной раз прочитаешь комментарии, еще раз убедишься, что природа так хотела одного, а вышла как всегда. На раков жалуются, что они жесткие, агрессивные, хамовитые, никого не слушают, прокачивают только свое, из авторитетов только мама, а все остальные дураки и так далее и тому подобное. И это, увы, тоже частое явление. Ведь рак иной раз не интересовался ни астрологией, ни психологией. Он просто живет, есть, пьет, ходит на работу. И ему так удобно. Пришел, накричал, наорал, всем раздал задания, никто не имеет права собственного голоса, ведь так же удобно, правильно? Ты никаких обременений не имеешь. Ты бровью повел, и все побежали исполнять и так далее. Частую всего это, конечно, увы, перекос мужского характера, в котором недостатки как-то имеют тенденцию больше развиваться и пышнее расцветать. Значит, други мои, если так, то астрологическую задачу своего знака вы не только не выполнили, но вы ее усугубили, потому что тогда любой покрутит пальцем у виска, когда я вновь не могу сказать, что вы носители гармонии, спокойствия, уходите от конфликтов и агрессии не сеете. Если вдруг получилось все наоборот, возвращайтесь на круги свои, оживите как должно вашему знаку, обопритесь на те прекрасные качества, ради которых вы вообще пришли в мир. Если вы не знали, что у вас такая задача, я ее озвучила, вы должны титаническими усилиями постараться вытащить из себя то, о чем я говорю, и далеко его искать не нужно. Природа щедра, она это уже положила на полочку. Вы просто пошли по какому-то легкому темному пути собственной натуре и устроили эту отвратительную тиранию. И когда у вас еще что-то не получается, приносили над людьми, которых вы решили, так сказать, выпистывать теми методами, которые сами же придумали, вы еще начинаете впадать истерики, ноете, жалуетесь на судьбу и так далее. А жаловаться надо на самих себя. Если живешь не по сути своего знака, как правило, счастья быть не может, потому что ты идешь в противоположную от счастья сторону. Так что поразмышляйте, а для чего вообще это видео нужно было. Я никого не стараюсь перевоспитать. Я просто вам подкидываю пути для размышления. Это своего рода тестирование. А ты прошел это тестирование, а ты соответствуешь тому, что у тебя была заложена природа. Ты прочитал свою кармическую историю? Если нет, вот вам пункты, на которые обратить внимание. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это невероятная домовитость и хозяйственность раков. Могу вам сказать, что здесь тоже все зависит от многих факторов. если женщина внутренняя, ракиня, ощущает позывы и соответствует этому, вот, например, хочу изучить кулинарию, он прям мучает, пошел научился готовить и так далее. ой, хочу знать лайфхаки, как там лучше убрать, какие там средства, чтобы экологическое, чтобы для ребенка, для здоровья и так далее, изучаю. Это правильная задача, потому что все, что связано с благоустройством, уютом, улучшением этого дома, заботой, вниманием, для раков это совершенно естественный позыв. Но иной раз ушел рак к карьеру так глубоко и так далее, для дома не остается времени, например, там что-то набросано, из блюд только яичница, и то умудряется каждый раз подгорать по каким-то неведомым путям, там постоял, там посидел и мне что-то нехорошо, я вообще как бы устал, мне ничего не нужно и так далее. Если отсутствует вот эта домовитость и навыки хозяйственного умения и способности потратить свои силы на домашний уют, к сожалению, вы живете однобокой жизнью с точки зрения знака рак. Карьера это не его конек, хотя в карьере раки невероятно успешные и могут уходить в бизнес и быть тоже очень успешными в данном случае, здесь я не умоляю их возможностей. Но та часть исторической кармической судьбы рака, прежде чем заботиться кармой надо создать уютный дом и всячески поддерживать в нем порядок, уют, заботиться обо всех. Эта часть вашей жизни прописанной звездами находится в упадке. Поэтому зачастую вы как бы сначала не замечаете беспорядка в доме, а потом вас же он и начинает убивать. вы не хотите в этот дом приходить, там бардак, там неуютно. И вот только убрався, разложив пополочками и так далее, вы будете чувствовать просто физический восторг, устав при этом изрядно, от того, что вы навели порядок, потому что вы потешили ту природную часть своей натуры кармического, которая называется носителем порядка и создателем уюта. Так что, дорогие мои друзья, карьера уважаю, ценю, понимаю, что вы намного способны, но есть ли ваши домашние навыки и у мужчин, и у женщин, которые могут горы свернуть. Для мужчины рака нет ничего невозможного. Он может и пахать, и сеять, и сады возводить, и посуду помыть, корона не упадет с ушей. Но если мужчина рак ничего не делает и не развивает эту часть своей жизни, и тем более физически не участвует в создании семейного уюта и прочее, прикрутить, открутить, наладить и так далее, он тоже живет однобокой жизнью. Вы не выполняете свою карму. Вас куда-то понесло, может быть, в карьеру, а может быть, беспробудную лень, что тоже является вариантом, который портит карму. Если вы будете соответствовать всем хорошим чертам вашего знака, вы увидите, какие бонусы пойдут вам навстречу. человек, который растет, у него всегда больше шансов получить больше, чем он даже предполагал. Тот, который остановился на своем месте, остановился на том уровне и рассчитывать на прибыль ему невозможно ни в моральном, ни в духовном, ни в кармическом смысле. А тот, который вообще не вставал с дивана, ну, это уже трагедия, которая и описанию не подлежит. Поэтому запомните, пожалуйста, дорогие мои раки, быт и бытовые истории, кулинарные шедевры это не трагедия и не обуза в вашем доме. Это ваша кармическая история. Чем мастеровите вы будете в этом смысле, тем больше судьба вам будет благосклонна, поскольку вы выполняете те задачи, для которых вы пришли в эту жизнь. Вы не только что-то делаете своими руками, вы передаете опыт своим детям, вы все это делаете без надрыва, а с великой любовью, понимая, что вы облегчаете им жизнь, потому что даете в руки те способности и навыки, которых всегда прокормят. И вы поэтому спокойны. Так что мотайте, пожалуйста, на усы. Я уже практически заканчиваю разговор. И я уже говорила, что для вашего знака очень важно носить традиции. Вы вообще очень глубоко связаны с тем, что называется прошлое. Вы знаете о своих предках, вы этим интересуетесь, вы не бросаете своих престарелых родителей зачастую. Иногда это бывает слишком болезненная привязанность, когда вы можете слышать от своей боевой подруги, которая с вами живет, что вы по-прежнему маменькин сынок, без маменькин новой части совета не живете на белом свете. Но это, скажем так, крайность определенно. Но я не об этом сейчас хотела сказать. Вот так привязанность к традициям, это же всегда прошлое, правильно? И коль вы так глубоко на это прошлое зациклены, то вы его вообще не можете отпустить и как бы на протяжении всей своей жизни муссируете, вспоминаете все время что-то. Одно дело хорошее вспоминать, например, советы своих родителей, даже когда их нет уже, а вы их помните, это очень здорово. Но иногда это доходит до болезненного состояния, когда прошлая несостоявшаяся любовь, к примеру, мешает завести новые отношения, потому что вы все время вспоминаете как это было там и боитесь уже, что и эти отношения возможно тоже ни к чему хорошему не приведут, вы еще не попробовали. И это же не зеркальное отражение того человека, с которым у вас не вышло. Но вы начинаете сравнивать, перебирать возможные варианты, а вдруг так, а вдруг эдак и так далее. И прошлое мешает вам делать шаги вперед. это одна из трагических ситуаций, которые мешают в любви, в личном жизни. Например, или вы боитесь сменить работу, потому что у вас какой-то был опыт когда-то. Вы все время пытаетесь старье перетащить в новое, предполагая, что будет так, как было когда-то. Но то, что было, уже ушло. Из прошлого надо брать только уроки. Вот это точно привело ни к каким результатам, значит, в настоящем я это делать не буду. И традиции, которые надо свято чтить. Вот для чего вам нужно прошлое. Но жить прошлыми ошибками, боясь, что они 100% повторятся в настоящем, и поэтому запретить себе новое открытие в своей жизни, это одна из трагических историй, которые рака делает неуспешно. Никто не воходит в одну реку дважды. Ваши опасения по поводу предположительных моделей, которые в очередной раз с вами свершатся, зависят только от вас и от человека, с которым вы собираетесь контактировать. Человек еще себя не проявил, но вы-то уже знаете, что было нехорошо в ваших взаимоотношениях раньше, к примеру, да, постарайтесь эту историю написать без тех ошибок, которые были ранее. Это все. И начинайте смело эту свою новую историю в жизни. Потому что вот так если пересидишь, перебдишь, повытаскиваешь из прошлого то, что уже должно быть забыто, можно испортить себе настоящее. А про будущее здесь и вовсе разговор никакого нет. Ну вот была у нас такая экскурсия. Мы поговорили о светлых сторонах вашей натуры. А поскольку вас больше сравнивают низкие, вы чемпион в своей отрасли самый эмоциональный знак, то, как говорится, стойте на своем первом месте. Но с одной стороны можно испытывать глубочайшую гордость, что рядом с вами никого нет. а с другой это величайшее предупреждение и предупреждение. Дорогие мои други, гордиться, конечно, есть чем вас, очень много чего. Но если вы это золотое свое состояние души, тела, здоровье, заботливость, уверенность в завтрашнем дне не проявили, а вас с перепугу занесло на темную сторону вашей луны, срочно оттуда выбирайтесь, у вас есть все шансы прожить красивую жизнь, прожить ее самому красиво и другим показать эту гармонию, романтику, красоту, удачливость в бизнесе, делах, заботу по дому, предъявить миру свои золотые руки, работайте над собой, переписывайте свою карму, пока мы живы, это делать никогда не поздно, я надеюсь, что вы после этого видео будете в несколько просветленном состоянии, а на что посмотреть, мы уже направили прожектор, остается только честно поработать над собой, с вами была Елена